Продолжение следует... Потом меня очень привлекла сцена убийства, то есть с точки зрения киноязыка, кинематографа, мне хотелось это сделать. Это просится на то, чтобы снять эту сцену. И еще, если говорить о бедене, сопровождении, то этот роман был написан в 60-х годах позапрошлого века. Это когда в Россию пришел капитализм, и традиционно русское общество начало разрушаться. И в принципе то же самое происходит сейчас, по крайней мере в 90-х годах, и в Казахстане у нас тоже. Традиционное общество, каким и было Советский Союз, он разрушается под влиянием капиталистических отношений. И в этом смысле тоже он мне показался интересным, то есть подходит на наше время. А вообще, конечно, это фантастика. Я сегодня, сейчас только приехал с музея Достоевского, прокрутил. Я вообще родился, вырос в ауле в Казахском. 17 лет приехал в Алмату, плохо говорил по-русски. И когда я читал, я первый, у меня в профессии математик, и после лекции по математике заходил в библиотеку и читал Достоевского. В голову, если бы мне кто-то рассказал, что я сниму по этому роману фильм, что его покажут там по всему миру, начиная с Кан, и меня пригласят сюда, и русские люди будут смотреть мой фильм, я бы просто не поверил. Но вот это произошло, произошло, как невероятно. Конечно, я был в этом музее, и там портрет Достоевского, Чухана Валиханова, вы же знаете, что он был сослан в степи, в Сибирь, это недалеко от Казахстана. И он дружил с Чуханом Валихановым, это географ, он первый, считается, казахский ученый. И он умер где-то 25 лет всего лишь, он прожил. И сейчас я знаю, что ведутся переговоры между Казахстаном и Россией о том, чтобы установить памятник Достоевскому и Валиханову. И я еще узнал, что директор этого музея, Достоевского, он, оказывается, Казахстан, Ашибаев. То есть вот эти связи, и, конечно, спасибо большое, что пригласили. Хотя у меня начало возникать иногда вопрос, почему меня не приглашают. Ну, это произошло, произошло. И если будут вопросы, я отвечу, конечно, но вы должны понимать, что материал этого романа я использовал как композитор, который пишет оперу, как либретто для композитора. То есть это я не пытался его просто взять и переносить один в один, сфотографировать. Я его просто как либретто использовал, а для меня самое главное было такую вот кинематографическую музыку получить. Я не знаю, получилось или нет, но посмотрите. Спасибо. Я представляю себя. Меня зовут Дэвид Гилаский. Я преподаю русский язык, русскую культуру в университете БАД в Великобритании уже 30 лет. И занимаюсь особенно кино. И в данный момент пишу книгу, монографию об истории русской литературы на экране. И вот, конечно, вот этот фильм мне крайне интересен, потому что «Преступление и наказание». Когда я смотрел этот фильм, я тоже думаю, что это не только «Преступление и наказание», это может быть еще и «Волки да овцы» там Островского, не было ни гроша, ни другого фильм. Тоже как-то все мне говорит о живучести, что ли, русской культуры в наши дни. И я хотел сначала спросить режиссера, потому что я совсем не понял, в этом фильме вы хотите сказать, что мир спасет красота или уже не спасет? Ну, я, кстати, кроме этого фильма, я еще сделал два фильма по русской классике. Значит, я точно так же перевел «Современный Казахстан» и снял фильм по мотивам Анны Карениной, называется «Шуга», он тоже есть в сети. И я сделал сорокаминутный фильм для корейцев по мотивам рассказа Чехова о любви. Тоже я перевел «Современный Казахстан», он тоже есть в сети, по-моему, в ютубе лежит. Так что я сделал три фильма с русской классикой. Островского я не читал, наверное, может и случайно. Я ставил свою задачу, как я сказал в начале. Моя была задача не переносить идеи Достоевского или его героев на экран, а просто использовать это все как либретто и написать кинематографическую музыку, извините за высокий слог, только не использовать ноты, как музыкант это делает, а использовать изображение и получить кинематографическую форму. Вот что моя была задача. Так бы я ответил на вашу вопрос. Я тоже хотел спросить вас. Это вообще фильм, это вообще сатира на современный Казахстан. Это комментарий на провал между верхами и низами. Потому что это очень наглядно. Вот эти улицы, это машины, это бездуховные богачи. В то время, как масса народа... Ну, это если говорить о содержании, но все равно в искусстве самый главный тоже форум. И, допустим, я огромное удовольствие получил, когда снимал сцену убийства. Где-то неделю, наверное, снимали. Ну, это нужно было сделать с помощью киноязыка. Я никогда, допустим, не снял, что он стреляет оттуда, кровь там льется, как в американских фильмах. Я считаю, что это такой реализм, который не нужно... Меня, по крайней мере, не интересует. Бывает так, что ты снимаешь весь фильм даже ради одной сцены. Ну, основная сцена, ради которой я снял этот фильм и вообще взялся... Это было убийство Раскольниковой, старухи. Она в романе тоже написана очень долго, там много страниц. И там очень много вещей, которые просится на экран. Допустим, что он забыл закрыть дверь, да? И что туда зашла вторая. Это все просится на экран. И поэтому я взялся. Это хорошо, это можно снять и так смонтировать, что это будет очень напряженно. Ну, как бы... Напрягает зрителя, зайдет на экран. Все это просится, эти связи, связи. Они просятся на экран и хочется снимать. Вот, допустим, Шугу я снял, там, Анна Каренина. Первая встреча Анны Каренина и Томского, когда они встретились взглядами. Вот, вот, снять ее взгляд и снять его взгляд, и смонтировать. Здесь что-то происходит. Это есть, я считаю, что язык кино. Поэтому я это. Так, и за такие вещи я берусь. Вопрос, комментарий есть? Скажите, пожалуйста, я не совсем не понял, все-таки какой временной интервал отражен в фильме? Какой? Наверное, это наше время. Наше время, оно достаточно, так сказать, лим диапазон. Хочется понимать, это средство современного Казахстана, или это... Современный Казахстан? Или это посыл к 90-м годам Казахстана, которые пришли в Казахстан позже, чем в Россию? Ну, понимаете, если студенты будут воспринимать этот фильм как реальную картинку Казахстана, то тогда это будет несколько, мне кажется, искаженное понятие о современном состоянии республики и взаимоотношениях между верхами и низами. Ну, это не документальный фильм? Нет, я не говорю, что это документальный фильм, да? Просто мне хочется понять, на самом деле, если это посыл к 90-м годам, это как бы одна история. А если это современная картинка Казахстана, вы ее так интерпретируете, тогда да. Я не вижу, честно говоря, особой разницы между 90-ми... То есть вы видите разницу между ситуацией в 90-х годах и ситуацией 2016 года? А в чем разница? Большая. Ну, тогда я снимаю свой вопрос, если бы... Там был Ельцин, сейчас Путин. Вот это что, большая разница? Просто это приход капитализма, и люди начали делиться по деньгам. Вот до этого вроде бы люди думали, что они более-менее равны. И тут выясняется, что есть совершенно большая разница между богатыми и бедными людьми, что деньги играют очень большую роль, чем думали мы, когда жили в социалистическом обществе. Но эта проблема продолжается, и она еще долго будет продолжаться. То есть надо менять орден на пистолет. Что орден? Надо менять орден на пистолет. Орден на пистолет? Да. Нет? Ну, сейчас это меняется? Это меняется, да? Это же меняется? Марк стал прав. Человек человек уволк. Но я думал, что эта ситуация, она характерна не только для России и Казахстана. Для всего мира. Конечно. Для всего мира. Это, конечно, это особенность. Люди меняются все-таки, я считаю. Простите, я не буду вставать. Если в 90-х годах, ну, сидя все-таки как-то, комфортнее так говорить. Тоже помню. Простите, я не буду вставать. А сейчас нет. Сейчас уже потихонечку. Простите, перезвоню. Сейчас потихонечку. Я вот тут недавно в аварию попала. В 90-х годах не останавливались люди. Если кто-то попал, проезжают мимо. И это вообще была закономерность уже. Вы знаете? Люди от Бога отвернулись. Ну, это к концу, значит, к началу распада. Уже отвернулись от Бога абсолютно. Стали разворачиваться. В 90-х стали поворачиваться, наоборот, к религии. И когда вот это вот бандитизм, вот это вот к рублю, к деньгам начали идолу молиться. Конечно, это был шок. Стали люди понимать, вот с тех 90-х, и подойдя уже к 2016-му сейчас, люди стали понимать, что не все в деньгах все-таки. Все-таки начали подходить, видимо, может быть, через религию, может быть, через то, что очень много трагедий случилось. Вот именно благодаря тому, что люди стали разворачиваться все-таки друг к другу. Потихонечку, помаленечку. Очень, ну, медленно. Но вот я, когда попала в аварию, и когда увидела, что один остановился, вытащили из машины меня, другой остановился, как у помощи. Третий, четвертый. Я смотрю, это настолько было удивительно, что изменилось все-таки общество, меняется оно, меняется. Лучшую сторону меняется. Достоевский, по-большому счету, он был оптимистом, конечно. Он показывал очень плохие стороны человеческой жизни, но все равно он верил в человека. И в этом его отличие, допустим, может быть, от Кавки, да, хотя очень, как бы, похожее. Это да, кстати, и у Кавки, и у Достоевского отцы были деспотами, но Достоевский сохранил все равно веру в человека. Может быть, это и есть основная ценность русской культуры, может быть, от западной. Вот отличие. Все-таки в русской культуре вера в человека, она есть, она сохранилась. И поэтому мы все тянемся к русской культуре. А что касается вот шока культурного, вы, наверное, все знаете, что в 90-х годах средняя проложительность жизни и в Казахстане, и в России тоже на 10 лет сократилась. Дело в том, что я в свое время участвовал в переписи населения, когда был не режиссером еще. И по переписи в 86-м году была перепись населения в Советском Союзе. Средняя проложительность жизни около 70 лет была. В Казахстане, по-моему, и в России тоже. А потом через 10 лет еще раз была перепись населения. В Казахстане уже отдельно там было 59 лет. Но сейчас опять уже около 69, где-то 70 лет средняя проложительность жизни в Казахстане. То есть люди привыкли к этим новым условиям. Шок прошел. Так что вы правы. Скажите, пожалуйста, не вызывало ли демонстрацию социального неравенства, ну, в большей среде, в игру или в фильме, какие-то проблем цензурного характера? Ведь в Казахстане цензура немножко другая, чем у нас, она более жесткая. И не было ли проблем во время производства фильма, связанных с этим? Так, это было 12-го года фильм. Особой цензуры-то и не было в Казахстане, по крайней мере. Но сейчас, может быть, немножко появляется. Но вы знаете, для цензуры же нет такой идейной основы. И в России, и в Казахстане. То есть нет коммунистической какой-то идеологии. Так что цензура может появиться как самодурство отдельного человека. Этого человека, допустим, если убрать, другой человек может цензуру уже по-другому вести. Или вообще. Так что в этом смысле особой цензуры нет. Но есть самодурство есть. Я знаю, что в последних фильмах какие-то замечания делаются. Но в этом фильме у меня не было проблем. Не было. И еще одно вопрос. Директор киностудии был другой. Наверное, у многих он возник. Вот эта сцена, да, с ослом. Со ослом? Да. Как бы не только в интернете тоже такая прям сцена яркая. Она такая, собственно, одна из самых ярких фильмов. И вот вопрос, как бы нормально будете снимать, было-то в конце концов. То есть, ну, он просто рёшки. А, осёл. Нет, в романе же там же лошадь. Там забивает лошадь. Но я поменял на осла, потому что, ну, во-первых, осёл как-то... Его больше жалко немножко, чем лошадь, да? И потом есть вот фильм «С ненароком Бальтазар» Борисоне, который я много смотрел. Может быть, это тоже повлияло. Хотя и без этого я бы, наверное, поменял на осла. Просто... Ну, осла больше жалко. И поэтому я поменял на осла. Ну, вы видели же в фильме, там нет такого показанного удара по ослу. Это всё показано с помощью монтажа. Поэтому нет, мы его просто повалили. И всё. Нет, никто не бил. Никто не бил. Ну, я просто хочу отметить, что очень вот это «Достоевщина» прям прочувствовалось. На «Черезкий фильм» я не знаю, может, кто-то других. Но я вот прям ощутил, как будто, не знаю, что, когда читал роман Григорий Николаевич. «Дух достоевства», да? Да, да. Да, я пытался передать «Дух», «Атмосферу», а не конкретные реалии этого романа. Там «Голливуде» показали бы. «Голливуде» показали бы. И кровь тоже. Кровь тоже. Ещё какие-то вопросы, комментарии? Можно вопрос к вам? Как я понимаю, что вы приходите в Великобритании. Как на стиле языка? Фильм, который был представлен на разных фестивалях, поэтому были титры на английском языке. Ещё раз, пожалуйста. Фильм был представлен на различных международных фестивалях. Титры идут на английском языке. А как вы оцениваете качество перевода на английский язык? Субтитры всегда интересный вопрос, потому что кто переводит, во-первых, мне было абсолютно всё понятно с этими субтитрами. Были какие-то грамматические моменты, как всегда. Но в основном, я так помню, что это была полная транскрипция того, что было сказано на экране. Ну, какие-то моменты были упущены, но... Не в театрке вообще отсутствовали. Но в основном, я думаю, что субтитры успешны были. Да, обратили на это, как бы, тоже отсутствуют, что, как бы, мне показалось, немножко повлияло бы на восприятие текста. И довольно часто же встречалось. Если честно, в последнее время мы часто ходим на разные фестивальные фильмы. Если говорить о языком, очень интересно сравнить то, что идёт в оригинале с титрами. И первый раз, вот, ведь я просто раньше не обращала на это внимание, в первый раз я обратила внимание на то, что здесь довольно серьёзные несоответствия бывают. А плохой перевод, да? Ну, я не носил язык, а вот у нас пиццарабельский. Поэтому я и спрашиваю, что мне показалось, что слишком много других. Перевод был адекватный, только были какие-то там грамматические моменты, которые не вмещались в этом понимании. Спасибо. Кое-что не было вообще переведено. Были очень значительные упущения в переводе. Например? Например, сюжеты, которые по телевизору показывали. Не были переведены стихи, только один, две строчки стихов. Но это сложно было, потому что они же на казахском. Да? Ну, значит, надо было с казахского на английский перевести или... Нет, с казахского надо на русский, потом на английский. Может быть, это сложно. Можно и с казахского на английский перевести, я уверена, что это не вообще одно. А на самом деле, я как раз хотел спросить, там есть такой момент, когда говорят актеры, что вот, как говорят казахи, и дальше вот непереведенный момент. Какая-то пословица была? На лекции. На лекции. Преподаватели, не переведенного, да? Как у нас сказано, говорят, и что-то сказали, и перевода нет. В конце, по-моему, уже. Ага. Значит, переводили просто девочки, которые работают на казахильме, они в основном русскоязычные у нас. У нас в больших городах жизнь преимущественно протекает на русском языке. Если кто был в Казахстане, особенно на севере, у нас в городах в основном говорят на русском. А что за пословица такая звучала? Не надо вспомнить. Нет, там идет пословица о том, что дух важнее, душа важнее, чем материальные ценности. Вот такой смысл был. Может быть, Вы как-то прокомментируете специфику этой интерпретации произведения? Может быть, Вы прокомментируете специфику именно этой интерпретации классического произведения Достоевского? Лично для меня важен этот фильм тем, что я не очень хорошо знаю кино Казахстана. Я видел фильмы как «Подарок Сталину», плюс еще и «Рекретир», которые, мне кажется, подражали русскому, российскому кинематографу. То, что мне важно здесь, это как раз как это литературный материал, литературный оригинал может быть перенесен в другие культуры, в другие времена. Что и говорит о живучести, об актуальности этого материала. Что, в основном, я не согласен, что люди меняются. Я думаю, что люди остаются теми же, только условия меняются, а люди остаются теми же, как и раньше. Только я не думаю, что эти человеческие ценности умерли в 90-е годы, и они просто ушли на второй план. Потому что люди тогда, я тоже жил здесь в 90-е годы, еще в 80-е годы, еще в 70-е годы, застойные годы. И они просто ушли на второй план, потому что в 90-е годы люди были спокойны выживанием, в основном, физическим. Но эти человеческие ценности не потерялись, не исчезли, по-моему. Только они всегда были, они остались, они теперь стали. И мне кажется, что этот фильм об этом тоже и говорит. что внизу, на дне общества, тоже там горькие, на дне, то люди остались теми же. Доброта, красота, душевная красота осталась на первом месте. Что и для меня важно в этом фильме, что и говорит, что Достоевский был глубоко прав, когда он понимал человеческую натуру. Это очень хорошо. Но он еще и худшие стороны тоже понимал. Когда, конечно, фильм говорит о том, о чем вы говорите, но если бы фильм говорил только о том, о чем вы говорите, то это был бы очень, извините, глупый фильм. Как раз я вчера смотрела фильм о Дорижане, который он снял в 1901 году, его показывали в родине. И там, ну, немножко было, как сказать, другое впечатление, потому что черно-белый фильм, большой экран. Здесь, конечно, ну, у нас нет такой возможности, но все равно я, что там, что вчера, что сегодня, меня завораживают вещи, которые решили не говорить в прямую, которые не относятся к Достоевскому или относятся к Достоевскому в точно такой степени, как к любому другому достаточно глубокому писателю. Современному или не мучили, к Шекспиру или там, я не знаю, как он сосной, да, меня завораживают вещи и сцены, в которых вообще непонятно, что происходит, в которых ничего не разжовано, ничего не объясняло. Почему, ну, то есть, почему этот мальчик в итоге выливает ей на платье кипяток? Почему он ей выливает кипяток на красной платье между ее ног? Зачем он это делает? Он сам этого не знает. Мы этого не знаем. Он получает за это по морде. Как бы с этого начинается весь сюжет. Что произошло? Что это было? Режиссер нам об этом не говорит и не скажет, я уверена, попытками не признает. Я могу сказать. Дело в том, что этот эпизод не придуман. Он произошел на съемках фильма, у нас есть такой режиссер Нариман Туребаев, он из поколения, которое идет за нами, сороколетних. И он снимал один фильм. Я, правда, не был, но мне рассказали. И там звукооператор, он курил рядом с женщиной, которая в главной роли играла. И это не понравилось этой женщине. А потом оказалось, что эта женщина, жена очень крупного банкира. И она вызвала, позвонила мужу. То есть там скандал произошел, слово за слово. Почему куришь? Уходи. А тут иди сама и так далее. И она позвонила мужу. Муж послал на место съемки телехранителей. И они этого бедного звукооператора избили. Потом я на завтра пришел в группу. В моей компании это снималось. И этот парень сидел с синяком. И тогда это был такой шок для нас, кинематографистов. И такое было унижение. Потому что, ну, мы все-таки в Советском Союзе киношный кинематографист. Это было почетное. Все двери были открыты. Но вот после этой сцены, что произошло, мы поняли, что пришел капитализм. Что теперь самое главное это не кинематографисты, а люди с деньгами. Что деньги это реальная сила. И против них противоставить очень сложно. Это был очень большой шок. И это мне как бы запало душу. И через сколько? Через 3-4 года прошло. Может через 5 лет я это просто перенес. Я просто сделал, что он не курил, а пролил. Вот и все. А так. Я, кстати, снял в том же месте, где произошла эта стычка. Это реально было. А что касается экранизации. Больше 20 раз было экранизировано Иоанна Каренина и преступление и наказание. Я где-то один раз считал, по-моему, 23-й или 24-й это сделал. Анну Каренину после меня снял Соловьев в следующем году вышел. Этот я снял в 2007 году, а у него фильм в 2008 году. Преступление и наказание, по-моему, после этого фильма тоже, скорее всего, снята. По-моему, был сериал российский. Там топором студента убивает. И я вот подарил журналу «Сианс» свои учебные фильмы. И один фильм, вернее, там три фильма, я смонтировал. Как была одна и та же сцена снята в разные годы. Допустим, убийство Раскольниковой старухи. Еще в немом кино этот снимался. По-моему, немецкий фильм. Я оттуда взял сцену. Потом француз снимал. Там Робера Сейн главный ролик. «Студенты играют», как кажется. Я эту сцену поставил. И там покажется еще один и свой. Ну, убийство. Потом из этой же серии, как была снята сцена «Бала» в «Анна Каренина». Тоже еще в немом кино. Потом Грета Гарба играла в «Колливуде». Потом «Я это как сделал». Потом Славев как это снял. И третья сцена тоже связана с Достоевским. У нас режиссер тот же, кстати, Нариман Татуребаев, у которого это произошло, он после этого снял, или, по-моему, даже в этот фильм, «Белая ночь» Достоевского. Он перенес «Современный Казахстан». И тоже я сделал финальную сцену, когда она уходит со своим парнем, который появился, а он остается с носом. Это главный герой. И я тоже смонтировал, по-моему, 3-4 сцены, как это было снято. У Висконтии, у Брессона «Четыре ночи мечтателя», и у Наримана, как это сделано. Вот так вот. И эти фильмы, если вам интересно, вы можете взять у «Кому я подарил». У них можно взять. А может быть, они лежат в Ютубе, если их иногда убирают, потому что там авторские проважи. А так, все эти фильмы я положил в Ютуб. Так что это очень интересный вопрос. Как снимается одна и та же сцена разными режиссерами? И тут сразу виден класс режиссера, его язык, его стиль. Большинство режиссеров просто берут и копируют же. И к этому привыкают люди. Если актеры очень хорошие, если они звезды, это действует на зрителе. Но дело же не в том, чтобы взять и сфотографировать. Это по большому счету любой может. А пропустить через свой стиль, найти свой подход. Как это снять так, как ты это можешь. Допустим, бал, я не стал бал устраивать. Допустим, в ванной, как Каренина. Я сделал так, что через взгляд. Там дело проходит во время просмотра оперы. Я вот так перенес. Я не хочу хвалиться. Я просто считаю, что этот подход может быть более верным. Чем просто брать и копировать. Спасибо большое за ответ. Я могу тоже так пропить шкуручку. Я и говорю, когда... То есть вы сказали, ответите на мой вопрос, как получается так, что на самом деле перезаезженный сюжет, который изучают все словисты всего мира, и снимали все режиссеры всего мира, как он вдруг оживает под руками. Через что он пропускает в очередной 108-й раз. И вдруг мы можем это снова смотреть. Хотя мы знаем все. От самого начала до самого начала. И это как раз не театр, как это происходит с театром. Все время повторяется и повторяется. Тоже с попыткой так и сякой, и так зайти. Мне кажется, что в кино Дрежан это происходит буквально через него самого. То есть это реально проходит через режиссера. И если бы другой режиссер на этом месте что-то скрыл, что-то приукрасил, что-то сделал бы балл, то именно спасибо вам за то, что вы показываете как бы... Ну и мрак души своей тоже через экран. За то, что у вас такой объемный получается рассказ. Вот дарит от меня лично. Спасибо. Красота Романов Достоевского в чем? В том, что у него очень красивая композиция Романов. Впервые это Прус заметил. Вроде бы он говорит об очень страшных вещах, но что-то хорошего в том, что он убивает старуху. Чего читатель может получить наслаждение? Он получает от композиции. Композиция этого Романа очень красивая. Красота в этом заключается. Хотя Достоевский, у него были проблемы со вкусом, он пишет иногда очень коряво, по-русски кажется. Я не специалист, конечно, но все равно чувствую. Допустим, сравните с Чеховым, как Чехов пишет все это, просто великолепно, по технике. Но все равно красота у Достоевского есть, это композиция. И, конечно, в мыслях. В мыслях. В очень глубине мыслях. Он был скорпионом, который очень глубоко влетел, чувствовал. А сцена убийства, как вы к ней впечатлили, чтобы именно вот так ее постановить? Ну, я этот роман читал еще, я говорил перед сеансом, в студенческие годы. И это хочется снимать просто. Это он смог передать атмосферу убийства, напряжения. Это не так просто, как в американских фильмах. Взял пистолетом в фильмах «Карантина» 10 человек расстреляли, мозги по стене, и он спокойно пошел анекдоты рассказывать. Это не так просто. И он смог показать напряжение этого момента. Именно вот я не вижу, что именно таким образом ни топор, ни какой-нибудь еще. И вот ситуация, это не та ситуация фотографии. Ну, дело же не в топоре, а дело в том, что, мне кажется, я сохранил основную атмосферу того, что было написано. Ну, топор поменял на пистолет. Ну, кто же сейчас пойдет убивать топором? Тогда катались на каретах, сейчас на автомобилях, вот и вся разница. Там все-таки главное в режиссуре, если кому-то это интересно, держать в себе атмосферу того, что ты хочешь снять. И все время думать-думать. И если у тебя есть способности к этому делу, твой организм рано или поздно выдаст решение. Пусть я ходил, гулял по своему микрорайону, как снять это дело, и увидел, ну, здесь тоже, наверное, ставят в машину эти цветочки, ну, игрушечные, которые от солнца раскрываются, да? Есть здесь? Здесь в Казахстане много солнца, поэтому у нас очень много. Я увидел в машине, почему бы это не использовать? Цветок, который стоит за стеклом машины. Вот такие вещи, я считаю, что язык кино, потому что там не надо работать с актером, по системе Станиславского. Просто взял цветок и поставил в нужное место два раза. Он увидел, это запомнилось, это даже, может быть, психологически верно, это подсознание у него осталось. Напряженный момент, когда он был очень напряжен, он увидел это, у него это подсознание сохранилось, и потом это у него приснилось. Я считаю, что это объективно хорошо. Я просто не хочу хвалиться, просто, ну, чтобы быть, твою мысль донести. Главное, придумать какие-то объективные, объективные ценности в кино. То есть, режиссерские идеи должны быть. Если это есть, режиссерские идеи, то если даже ты его плохо снял, эта идея, она выстрелит. Вот что я хотел сказать. Для сравнения, я хотел бы добавить вкратце, что два дня назад в рамках культурного форума в Санкт-Петербурге я был на конференции русское кино глазам иностранцев. И там шла дискуссия о новой экранизации войны и мира по телевизору, по BBC, по английскому телевизору. В начале этого года, в январе, феврале, серия шла в шести частях и очень красиво снята здесь, в России, в Петербурге, в Москве. Красивые актеры, все красивые, молодые, красивые, все костюмы отличные, очень хорошие батальные сцены, очень убедительные, жестокие, но убедительные и очень много внимания любовным сценам, там много секса, чего у Толстого нет, но там есть. И вообще фильм для современного, для нового поколения, только там вся поверхность, только нет мысли, нет философии Толстого о войне, о человеческом счастье, это только вот поверхность. Но все равно фильм шел с огромным успехом. Могу тоже отнести к экранизации Анны Каренны 5 лет назад, тоже английский фильм, тоже вся поверхность, все красиво, все красивые, актеры отличные, только мысли нет, философии нет. Это можно сказать, что это новый, тоже новый подход к классике, что это говорить новому молодому поколению, который любит смотреть, или привык уже смотреть, но не думать. можно сказать, что эта проблема, кстати, в фильме очень хорошо это вот, вот это вот напряжение придалось, направляем на то, чтобы человек начал думать. во время современного общества и молодежи, что интеллекту представляется внешнее, а внутреннее вот это напряжение сердца отсутствует, и это приводит к некому кардиодибилизму, то есть сердце перестает работать, и человек декрадирует вот на уровне вот как бы такого ну как бы биоробота, что ли, то есть вот эта проблема, и вот в этом фильме мне понравилось, что именно вот это напряжение, внутренняя работа, вот на которой, кстати, вот обращали внимание и все, и Достоевский, и Толстой, вот все классики, они как бы превалировали на архетип человека, именно доброты, несмотря ни на что, то есть находясь в условиях каких-то запредельных, мы говорим, там на дне, там или еще как-то, то есть они все равно в них вот скрывался вот этот архетип, и вот это очень ценно, вот когда это выхолаживается, это все внешне, это тебе дает конфету, там внутри ничего нет, и это страшно, вот эта проблема, вот кинематографа, кстати, она может либо раскрыть, как и музыка, либо запечатать, вот это очень важно, вот когда вот это вот присутствует, это самое главное, там уже может быть несколько сцен, но они наполнены, они настолько наполнены, они настолько вот глубоки, и настолько вот они содержателы, то есть одним жестом или там взглядом можно открыть полноту, вот это очень важно, вот когда это есть, Это очень важно, потому что внешне оно как приходит и пришло, а внутри оно влияет на вставок человека. То есть либо он в добрую сторону, либо в злую. Либо зляется, либо добреет. То есть это очень важно. И от этого зависит все остальное. Это очень хорошо в этом фильме тоже такой момент был читан, как бы вот, то есть, прослежив. Вот это внутреннее. Спасибо. Рижан, а вот, кстати, про поверхность Вы интересно говорили про то, чем было мотивировано Ваше использование здесь цифровой камеры. Можете зрителям тоже рассказать? Ну, я считаю, что городские истории, в принципе, на цифру можно снимать, потому что городская среда, она и так искусственная. Здесь только наши тела натуральные, а все остальное искусственное. Это можно снимать. А вот исторические или фильмы про прошлое, или на природе, в селе, в лесу снимать на цифру рискованно. Там какое-то несоответствие идет между материалом и формой. Я недавно, я уже рассказывал, недавно смотрел один исторический фильм казахский по телевизору. Как-то смешно даже становится, что изображение цифровое, а все это в степи, на лошадях, там, древние казахи, как-то не монтируется. Мне кажется, исторические фильмы нельзя снимать на цифру, а городские можно. Ну, по крайней мере, это не так страшно. Блокбастеры тоже на цифру нельзя, мне кажется, снимать рискованно. Сказки нельзя на цифру снимать, сказки нельзя снимать. И про финал можете еще рассказать? Финал у вас отличается от литературного финала. И очень напоминает финал фильма «Карманник» Брессона, который тоже является вольной экранизацией преступления. Кстати, там, кстати, использована композиция этого романа, фильма «Карманник» Брессона. Она совсем, конечно, упрощена, но вы, наверное, знаете, да, этот фильм, если вы видели, там тоже эта композиция использована. А здесь, ну, Соня, да, она же приезжает к нему в тюрьму, в Острог, кстати, ближе к нам, в Омск. Да, в Омск, да, Саёвский, да, примерно. Здесь тоже приезжает она в тюрьму. Почему? Здесь более-менее сохранено, по-моему, как бы. Ну, там, как бы, заключительная часть его одиночества и, как бы, его... Это одиночество, но как раз спасает она же. Она приезжает и спасает его от полного одиночества. Я это пытался сохранить. Ну, некоторые герои, конечно, выпали. Допустим, Порфирий Петрович, следователя, его нету. Свидригайлова я заменил только одним кадром маленьким, который рядом сидит и рассказывает про этих детей из детдома. Ну, правда, у него функция другая. Там Свидригайлов немножко другой. Я просто оставил чисто, ну, чтобы с кем мог поговорить-то. Так, кого еще? Старуху я поменял на мужчину-продавца. А Елизавета, да, Елизавета, которая зашла, я заменил на случайную покупательницу, которая зашла. То есть, какие-то линии я пытался композиционные сохранить. Ну, то, чтобы пол поменялся и профессия. Это, мне кажется, не так важно. Не так важно. В конце концов, кому принадлежит фильм? Автору или режиссеру? Нет, безусловно. Я просто хотел спросить, собственно, про Эда Томаш Брессону, насколько он был сознателен. Потому что, во-первых, этот фильм, он тоже основывается на, ну, еще более вольным образом на тексты Достоевского, том же сам. Вот, а здесь, по-моему, ракурс даже такой же. Вот эта сцена. Кстати, среди этих вот 16. Там она целует его. Среди этих 16 фильмов, которые я вам подарил учебную, там один фильм полностью посвящен этой теме, как режиссеры друг у друга воруют. Вы даже не представляете, кто не специалист по кино, как много своровано. Крупнейший режиссер. Вы знаете, сколько Тарковский взял у Бергмана? Очень много. То есть, я считаю, у Дзигвертова тоже. Очень много, очень много берут. Но я считаю, что, в принципе, это нормально. Если у человека есть свой стиль, свои ценности, то заимствовать можно. Во-первых, это немножко почтение, да. И потом, это все-таки одно информационное же поле, это то, что связано друг с другом. Это нормально. Ученые используют формулы, которые нашел другого ученого. Просто надо это брать и дальше идти. Я считаю, что это нормально. Другое дело, если у тебя самого нету, своего собственного стиля, то на воровстве ты особо далеко не уйдешь. Говорят, один фильм можно сделать. Я никогда не пробовал, но я тоже много брал. Кстати, я вам советую. Он 43 минуты идет. Очень много своровано. Вот Феллини говорил, что он говорил, всю жизнь ворую, убегу и никак не переворую. Есть такое. Ну, 400 ударов, это сворованный, ноль за поведение. И таких примеров много. Я считаю, что в этом ничего плохого нет. Какие-то сцены можно брать. Потом бывает так, что случайно даже снимаешь сцену и случайно совпадение. Это и в науке есть. Допустим, беном Ньютона был открыт Омаром Хайямом, который был математиком на самом деле. Для него, оказывается, поэзия это было хобби. За 450 лет до Ньютона этот беном был открыт Хайямом. Потом это забыто. Сейчас уже это исторически доказано. Но это не означает, что Ньютон украл Хайяма. Он вообще не знал. Иногда приходишь к одному и тому же решению разными путями. Это бывает. Это small question. Having seen again Кайрат last night and seeing again this film for the second or third time. Here you switch back and forth between Russian and Kazakh. Obviously, it's very deliberate. You mentioned it earlier about translation. And in Кайрат, Кайрат, as I remember, is entirely spoken in Russian. Why was that? Because in Кайрат, you also have a very strict sound strategy, sound design strategy. Can you repeat your question? Can you repeat your question? Well, the question was, since both films are extremely accurately designed, as far as sound design is concerned, why is there, here in this film, he switches back and forth from Russian to Kazaak? And why not, why is a change between Kairat and this one? Well, my films, they almost all go on two languages, and, I think, they reflect the language situation that we have in Kazakhstan. We speak on two languages. Now we can say on three languages, because young people speak a little English. But, actually, we speak on two languages. I'm a two-year-old. I'm a two-year-old. I started school on Kazaak, and now I speak on Russian. I, maybe, was the first film, not only on Kazaak or on Russian, but on two-year-old. It's a film Cardiogram. Это фильм про то, как казахский мальчик приезжает в город большой, не зная русского языка, попадает в санаторий, где все говорят по-русски. И вот про эту проблему я снял. И когда я показал фильм, мне сказали, что это первый фильм, где на двух языках говорят. Я считаю, что можно уже снимать, чтобы там говорили на трёх, наверняка есть на Западе, наверное, на Европе. Это нормально. Вот, кстати, ненормально, когда говорят на одном языке, мне кажется. Вот мы же сейчас вот, если эту сцену снимать, мы же говорим на двух языках, на русском и на английском. А в большинстве фильмов происходит только на одном языке. Это ненормально. Бернард немножко понимает по-русски. Он понимает. Прости. Ещё вопросы? А чьи стихи, если чай? Ой, эти два вопроса очень интересные и трагические. Это стихи очень хорошего поэта, моего земляка. Я хотел ему сделать, можно было бы таких стихов много найти. Среди казахов очень много поэтов очень хороших. Я просто хотел своего земляка рекламировать, может быть. И я взял его стихи, очень хороший поэт, но его нет в живых. Но, к сожалению, мы не подумали об авторских правах. Потом кто-то положил этот фильм в интернет, и родственники увидели. И они чуть не подали на меня в суд, и пришлось мне из своего кармана заплатить, таким образом решить проблему. были очень большие проблемы. Поэтому перевода нет? Нет, стихи перевести просто сложно, это практически невозможно. Как слушательно перевести? Можно его помнить увековечивание. Да. Потому что большинство-то не поняло ничего. Я хотел сделать лучше, а получилось хуже. Получилось как всегда. Да. И мне даже пришлось переписать имя. Я оставил даже его имя и фамилию. И они это восприняли, как будто я про ихнего отца снял, которого нет в живых. Но так как он в фильме умирает на улице, это для них было большим ударом. Я им пытался объяснить, что это художественный фильм, что мне надо было просто поменять имя и фамилию. Потом я и сделал. Я сделал перезаписи звука. Таким образом я решил эту проблему. Лучше... Теперь буду знать. Друзья, нам нужно потихонечку заканчивать. Поэтому, если кто-то хочет еще задать последний вопрос, давайте... Я задам тогда последний вопрос. Да, конечно. Но чем сейчас работаете? Это, кстати, тоже к вашей теме подойдет. Дело в том, что я... Еще у меня есть хобби, я фотографирую. И я сейчас сделал такую серию из 90... Я снял портреты не людей, а книг. Кстати, кому это интересно, можете зайти на Facebook, и они все лежат. Можете посмотреть. Я снял 95 книг. В том числе и Достоевского. Дневники его я снял. И швейцарцы пригласили меня с выставкой. Они сделали фотовыставку. По-моему, 20 чем-то, может быть, портретов мы там выставили. Это было в Лугана. И там есть киношкола швейцарская. И они меня пригласили на мастер-класс. И мы сидели, ждали мастер-класс, пока народ соберется. А там стоит портрет Гессе висит. Герман Гессе. Вот такой писатель. Я говорю, я этого писателя много читал. Они говорят, так он здесь похоронен. И оказалось, что он жил недалеко. Километров 30 от этого города. И похоронен там. И там есть музей. И эти люди позвонили директору. Директриса там немкая. Этого музея. Пришел из Казахстана режиссер. Он хочет. К вам завтра можно. Оказалось, что на завтра выходной у них. Но она молодец вообще. Она сказала, я поеду, открою музей ради него. И мы поехали на завтра утром. И открывается дверь. И выходит живой Гессе. Там у этой директрисы заместитель просто копья где-то. И он еще носит такие вот круглые очки. Было очень смешно. И целых два часа мы гуляли одни в этом музее. Очень хороший музей. Интересный. Потом я приехал в Алма-Ату. И случайно нашел сборник его рассказов. Я рассказов его не читал. Я в основном читал романы. И там мне попался рассказ, который называется «Авторский вечер». Это очень смешной рассказ. Я вам советую почитать. Это автобиографический рассказ. Как Гессе пригласили на авторский вечер какой-то провинциальный немецкий город. Он туда приехал. И на его авторский вечер никто не пришел. А там двое-трое людей, которые пришли, они думали, что он артист. Что он будет петь. То есть очень такая ситуация была смешная. И я подумал, что это точно отражает состояние современных писателей. Которые когда-то были нужны. Сейчас они мало кому нужны. Большинство из них. И я про это написал сценарий. Называется «Поэт». И я сейчас ищу деньги, чтобы снять этот фильм. Я хочу показать такую трагедию современных писателей, которые перестали же читать. Ну, по крайней мере, не так много читают, как раньше. И вот это вот их ненужность. И несмотря на это, люди занимаются творчеством. Люди все-таки пишут стихи, романы. Вот я про это хочу сделать. Следующее. Так что если я сделаю, мы можем с вами встретиться здесь. Ну что, спасибо. Спасибо Дрижану. Спасибо Дэвиду.